Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Олег Черемных, и я сегодня буду вашим преподавателем по курсу инжиниринг организационных систем и бизнес-процессов. У меня достаточно большой опыт преподавания, в частности, бизнес-дисциплин. Я независимый тренер-консультант по стратегическому управлению бизнесом. Журнал «Карьера» меня в 2002 году признал одним из лучших бизнес-тренеров России. Инжиниринг, то есть структурирование и построение организационных процессов и систем управления, является важнейшей частью стратегического менеджмента. Чтобы добиться какой-либо крупной цели, необходимо построить соответствующую организацию. Цель курса состоит в том, чтобы предоставить вам знания и навыки, для того, чтобы вы могли в своей повседневной работе эффективно заниматься построением и структурированием, то есть инжинирингом, организацией, вне зависимости от того, какой организацией вы управляете, коммерческой структурой, государственной или некоммерческой. В этом курсе будут рассмотрены шесть учебных вопросов. Цели организационного инжиниринга, зачем все это нужно. Определение и важность организационного инжиниринга, почему эта дисциплина действительно важна для стратегического менеджмента. Основные подходы к стратегическому инжинирингу, их достоинства и недостатки. Последовательность инжиниринга организации, то есть что нужно сделать для того, чтобы построить максимально эффективно работающую организацию. Далее, поскольку этого требует тема, мы рассмотрим вопросы моделирования инжиниринга отдельных бизнес-процессов в организации, что тоже исключительно важно. И, наконец, курс будет завершен примером использования одного из подходов. Это портфельный инвестиционный подход к построению коммерческих структур. Довольно полезно. Прежде чем мы приступим, собственно, к лекции, я хочу сделать одно терминологическое уточнение. В данном лекции термины бизнес-процесс, организационный процесс и просто процесс будут считаться эквивалентными. Теперь приступим к первому разделу. Цель организационного инжиниринга. Зачем все это нужно? Вполне очевидно, что поскольку мы строим организацию, то цель построения или что-то же самое инжиниринга организации определяется целью существования организации. Или что-то же самое целью управления организацией. Цель определяет структуру, цель определяет организацию, цель определяет инжиниринг. Но никогда не наоборот. Если мы управляем организацией, то мы не свободны в выборе целей. Это есть объективная реальность, которая требует от нас выбора той цели, которая оптимально подходит для каждой конкретной организации. Для коммерческой организации выбор достаточно широк. Как правило, стратегическая цель, соблагающая цель управления организацией, формулируется в терминах максимизации того или иного ключевого показателя эффективности. Это может быть прибыль, это может быть свободный денежный поток, это может быть цена акций для публичных компаний, это может быть максимизация стоимости или финансовой ценности, или это может быть максимизация совокупной ценности, финансовой, функциональной, эмоциональной и духовной. Вы, наверное, заметите, что первые четыре цели применимы только для коммерческих организаций. Для некоммерческих применимы последние. Можно показать, что наилучшей целью будет именно последняя, то есть максимизация совокупной ценности. Но это выходит за рамки нашего курса, а курс построен таким образом, что вы сможете осуществить инжиниринг организации эффективно, вне зависимости от того, какую цель вы выберете. Хотя начинать, забегая вперед, скажу об этом, нужно все-таки сформулирование основополагающей цели управления организацией. Вот диаграмма, которую я очень вам рекомендую распечатать и всегда иметь перед глазами, когда вы занимаетесь инжинирингом. Вы должны помнить, что цель определяет структуру, структура определяет возможные действия, действия определяют или дают результат, то есть достижение или недостижение основополагающей цели управления бизнесом. Эта модель, ее придумал не я, я ее только развил, она называется модель цель, структура, действия, результат. Довольно известная модель в стратегическом управлении. Теперь постараемся дать определение, точнее несколько определений, полное и более краткое, что такое инжиниринг. Потому что очень сложно заниматься изучением чего-то, что мы не определили. Сначала, правда, прежде чем мы дадим определение инжиниринга, нужно дать определение того, что мы, собственно, будем строить. То есть что есть организация или организационная система, что в общем-то одно и то же. Итак, организацией или организационной системой называется упорядоченная совокупность элементов, как правило, это объекты и процессы, которая создается для того, чтобы достичь определенной цели. В частном случае коммерческой организации мы используем понятие бизнес-системы, что практически то же самое, только в применении конкретной коммерческой организации. Соответственно, инжинирингом организационной системы или просто инжинирингом организации называется формирование такой организационной системы, которая позволит достичь основополагающей цели управления организацией, строго говоря, в любых внешних условиях. То есть при любых изменениях внешних условий. А инжиниринг как дисциплина строится вокруг некой основополагающей идеи. Эта идея состоит в том, что любая организация может и должна быть спроектирована почти, ключевое слово почти, так же, как и производственный процесс. Почему почти? Потому что для того, чтобы организация могла существовать, выживать и процветать, в ней должен быть определенный уровень хаоса. Без этого хаоса она просто не сможет существовать. Оптимальный уровень хаоса, конечно, зависит от конкретной организации, конкретной страны и так далее. На Западе более или менее принято соотношение, соответствующее принципу Паретта. Где-то 80% порядка и 20% хаоса считается оптимальным. Или 70% на 30%. В России, скорее всего, хаоса будет больше. Основополагающая идея бизнес-инжиниринга, или просто инжиниринга, позволяет дать уже более подробное определение этой дисциплины и этого термина. Организационным инжинирингом называется разумно-формальное комплексное проектирование взаимосвязанных элементов организации, объектов и процессов, обеспечивающие оптимальное соотношение между хаосом и порядком в системе и оптимальную и постоянную адаптацию системы к изменениям в внешней среде, с тем, чтобы достичь основополагающую цель вне зависимости от этих изменений. Очень часто руководство компаний постоянно смотрит в окружающую среду и постоянно пытается корректировать основополагающую цель. Это неверно. В окружающей среде нужно постоянно искать возможности, даже при неблагоприятном развитии событий, чтобы все-таки эту цель достигнуть или, может быть, даже улучшить. Вот это определение я очень вам рекомендую постоянно иметь при себе. Потому что это тот самый, та самая база, тот самый краеугольный камень, на котором можно строить все здание инжиниринга. Теперь, почему инжиниринг столь важен? Давайте вернемся к той модели, о которой я вам говорил, цель, структура, действия, результат. Поскольку именно структура определяет возможные действия в системе, то именно эта структура фактически определяет, будет достигнута цель или нет. Поэтому организационный инжиниринг является одной из важнейших, если не вообще важнейшей составляющей, стратегического управления любой организации. Государственной, коммерческой, некоммерческой, это не важно. Поскольку цель инжиниринга состоит в том, чтобы создать структуру, которая обеспечивает достижение определенной цели, очевидно, что важнейшим элементом инжиниринга организации является создание системы, очень важной системы, согласованных или сбалансированных, что то же самое, целей, которые должны быть достигнуты для различных элементов организации. Есть разные способы достижения этой цели, я потом об этом поподробнее поговорю. Теперь, какова главная проблема и вообще зачем нужно изучать формальный инжиниринг? Почему нельзя строить организации, как Бог нам положит, ну или какое-нибудь другое существо? А вот почему. Потому что, к сожалению, в настоящее время дела с инжинирингом и в России, и за ее пределами обстоят достаточно плохо. Исследования показывают, что практически любая организация, за очень редким исключением, работает на 5, максимум 10% от своего потенциала. Одна из причин, почему так, я подробнее покажу на диаграмме. Но пока... Продолжение следует... Продолжение следует...